Жители индустриального района, а за поликлиникой закреплено 112 тысяч человек, очень ждут завершение строительства. И ждать, говорят подрядчики, осталось недолго. Здание 14-й поликлиники готово на 62%. Сейчас занимаются отделкой, благоустраивают территорию. Правда, стройка обойдется дороже, чем планировалось. В прошлом году мы провели процедуру, воспользовались механизмы, увеличили цену контракта на 22%, практически более 200 миллионов рублей, с существенным дорожанием ценно-строительные материалы. 150 миллионов рублей дополнительно выделят из краевого бюджета на закупку современного оборудования. Поликлиника отчасти должна разгрузить диагностический центр, ведь жители индустриального района смогут обследоваться недалеко от дома. По завершению строительства здесь появится компьютерный томограф, два маммографа, флюорографа и еще много чего. Отсюда будут выезжать бригады скорой, здесь расположится женская консультация, травмпункт, Центр амбулаторной онкологической помощи и не только. Руководство поликлиники обещает, что врачей тоже хватит. Уже сейчас формируется набор специалистов, те, которые готовы к нам прийти. Мы оценили потребность, ту, которую необходимо будет закрывать молодыми специалистами. Да, это целевики и в том числе те молодые специалисты, которые проживают в данном густонаселенном районе, им просто ближе ходить на работу в данное учреждение. Между тем Барнаул продолжает расти, и одной даже такой мощной поликлиники в районе населению будет недостаточно. Поэтому уже в следующем году, сообщили в Минздраве, планируют приступить к проекту еще одного крупного медучреждения, которое должно появиться к 2025 году. Еще одна сейчас задача – это выбор еще одной третьей поликлиники для города Барнаула. И здесь растущий, так скажем, нагорный кластер наш, где активно тоже застройка происходит, и мы инфраструктурно, поликлинически там не представлены практически. Поэтому совместно с городом будем выбирать площадку и также строительство еще одной поликлиники, по срокам также 2025 год. Ну а новое здание 14-й заработает в апреле 2023 года. Оно будет состоять из четырех блоков общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Принимать здесь планируют 900 человек в смену. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.